Серия Vita от возрожденного бренда радиотехника стала самой ожидаемой. Ведь несмотря на то, что публике уже были представлены два усилителя, проигрыватель винила и бюджетная акустика серии Альфа, любители качественного звука еще не видели главного, того, что окончательно закрепит за радиотехникой статус национального бренда. Я говорю, конечно же, о надписи сделано в России. И у Vita она есть. Эта акустика не только разрабатывалась, но и изготавливается в России, что без сомнения поднимает ее престиж на фоне конкурентов. Однако не только происхождение делает серию Vita привлекательной. Она также приятно радует качеством отделки, разнообразием моделей, ну и, конечно же, звуком. Но обо всем по порядку. Серия Vita одинаково хорошо подготовлена и для создания стереосистемы, и для формирования домашних кинотеатров практически любой сложности. В основе модельного ряда лежат два напольника с индексами 2.05 и 2.06, а также полочная акустика 2.04. Для кинотеатральной системы имеется вполне классический центральный канал модель 2.03 и две плоских настенных колонки сателлита с глубиной корпуса всего 77 миллиметров. Модель 2.02 – это, по сути, тот же полочник, только в закрытом корпусе со специфической геометрией. А модель 2.01 – это абсолютно оригинальная конструкция с широкополосным излучателем. И завершает общую картину сабвуфер Vita 2.07, имеющий не совсем обычный форм-фактор. Традиционно сабвуферы имеют форму куба, но сабвуфер от радиотехники при равной высоте и ширине имеет вдвое меньшую глубину. И к тому же разъемы и все настройки находятся на его дне. В результате выглядит он внушительно, место занимает меньше и при этом обладает достаточно большим акустическим объемом. Начать разговор о технологической стороне вопроса имеет смысл с корпусов. Изготавливаются они из МДФ и даже сравнительно компактные полочники 2.04 имеют внутренние распорки, повышающие жесткость конструкции. Отделка большинства моделей, кроме настенных, натуральный шпон, окрашенный в белый или черный цвет. Это упрощает выбор и обеспечивает достаточно успешную интеграцию в современный интерьер. Простоту форм самой акустики сглаживают грили, имеющие скругленные углы. Такие же скругленные формы имеет фирменный проигрыватель винила и стойки под аппаратуру, выпускаемые под брендом радиотехника. Напольная акустика и сабвуфер комплектуются шипами, позволяющими ставить их на мягкие покрытия и заодно компенсировать неровности пола. Настенные модели оснащаются специальными креплениями, позволяющими выставить их положение строго по горизонту, даже если крепеж на стене был не идеально ровный. Вся акустика, кроме настенной и центрального канала, имеет фазоинверторное оформление. В напольных моделях устанавливаются сразу два порта большого диаметра. Для напольников и полочников производитель рекомендует выдерживать дистанцию от стен 30-60 см. Во избежание проблем с воспроизведением низких частот. Все динамики, используемые в серии Vita, проектировались с применением технологий компьютерного моделирования, помогающих выявить и исправить слабые места в конструкции. Twitter получил тканевый купол калибра 22 мм, имеющий специальное покрытие, снижающее собственные резонансы материала. Тем самым устраняется окрашенность, звучание получается более естественным и реалистичным. Под куполом располагается нагрузочная камера, которая снижает компрессию и переотражение звуковых волн, благодаря чему минимизируются искажения, а верхние частоты становятся более легкими и воздушными. Для повышения перегрузочной способности Twitter'а его звуковую катушку сделали вентилируемой. Небольшой рупорный волновод контролирует направленность верхних частот, устраняет переотражение от фронтальной панели, обеспечивает широкое равномерное рассеивание звука. Средне-низкочастотные динамики во всех моделях имеют калибр 146 мм. Они оснащаются плотным бумажным диффузором, дающим наиболее выразительное звучание средних частот. Звуковая катушка намотана на облегченном каркасе из углеволокна, что позволяет снизить массу подвижной системы и тем самым улучшить микродинамику. Безупречный контроль по всему рабочему диапазону, включая нижние частоты, обеспечивает технология сбалансированного магнитного поля, реализованное в магнитной системе динамиков. Разделительные фильтры в серии Vita собирают из высококлассных компонентов, среди которых катушки индуктивности Jensen и полипропиленовые конденсаторы AudioCore. Использование навесного монтажа без печатных плат и монтажных площадок обеспечивает минимальное количество паек и, как следствие, минимизирует потери и искажения сигнала, возникающие в кроссовере. Отдельное внимание стоит уделить младшей настенной акустике 2.0.1 и сабвуферу. Компактная настенная модель, предназначенная для озвучивания каналов окружающего звука в небольших помещениях, базируется на одном широкополосном динамике, калибра 100 мм. Он имеет бумажный конус, установленный на подвесе из Сантапрена. Из особенностей конструкции стоит отметить увеличенную магнитную систему и вентилируемую корзину. Сабвуфер Vita 2.07 оснащается динамиком с бумажным диффузором калибра 250 мм, установленным на резиновом подвесе. Звуковая катушка диаметром 51 мм намотана на жестком каркасе из углеволокна. В конструкции магнитной системы используется алюминиевое кольцо, выравнивающее индукцию в зазоре и тем самым снижающее искажения. Драйвер сабвуфера является длинноходным. Максимальная рабочая амплитуда составляет 22 мм. Встроенный усилитель работает в классе D и разработан компанией IcePower. Номинальная мощность усилителя составляет 220 Вт. К стандартному набору настроек, частоты громкости и возможности разворота фазы добавлена настройка крутизны спада частотного фильтра. Более крутой спад 24 дБ на октаву рекомендуется для согласования с фазоинверторной акустикой. А более плавные 12 дБ на октаву лучше подходят для связки с акустикой закрытого типа. Стоит отметить расширенные возможности подключения. Помимо стереофонического низкоуровневого входа, есть еще высокоуровневый, опять же в стереоварианте. Такой вход наилучшим образом подходит для интеграции сабвуфера в стереосистему. При первоначальном знакомстве с серией Vita мне особенно понравилось два вполне утилитарных, но крайне полезных свойства. Первое это направленность твиттера. Звучание на оси в пределах примерно 90 градусов у этой модели абсолютно равномерное, что дает широкую зону комфортного прослушивания, подходящую как для стерео, так и для домашнего кинотеатра. При дальнейшем отклонении от оси отдача по верхам заметно снижается, а это значит, что первых переотражений будет немного, и звук получится чистым даже в комнате, не имеющей специальной акустической подготовки. Второе полезное свойство это отзывчивость всех моделей Vita на смену усилителя, благодаря чему можно тонко подстроить характер звучания системы под свои предпочтения. Для изучения потенциала самой акустики были выбраны старшие напольники Vita 2.06. Звучание в целом отличается хорошей прозрачностью и динамичностью. Сцена формируется в пределах стереобазы, имеет ощутимый объем с хорошей локализацией. Тональный баланс на удивление ровный, нижние частоты хорошо контролируются и не доминируют, как это было в серии Альфа. Верх чистый и светлый. А самая сильная сторона серии Vita это определенно средние частоты. Максимально выразительные и хорошо артикулированные. Именно такая подача середины обеспечивает невероятный эффект присутствия, который возникает при прослушивании записей великих вокалистов. Грегори Портер, Диана Кролл, Стиви Вандер буквально материализуются в комнате. Столь же эффектно и увлекательно звучит весь традиционный джаз, камерная классика, блюз, рок и новая волна. Несколько по-своему, с небольшим добавлением теплоты и мягкости, радиотехника Vita играет современный джаз, металл и электронную музыку. Из этих жанров наилучшим образом звучат более мелодичные композиции. И те, в которых саунд изначально имеет некоторый налет аналоговости и винтажности. Например, Parcells или Portage Head. Подведем итог. Радиотехника Vita отличается хорошо выверенным тональным балансом, прозрачностью и отзывчивостью на смену компонентов. Серия выпускается в качественной отделке натуральным шпоном с самым популярным и универсальным вариантом расцветки. Модельный ряд позволяет сформировать стереосистему или домашний кинотеатр практически любой конфигурации. В зависимости от выбора колонок можно озвучить как маленькую комнату, так и относительно большой зал площадью до 40 и более квадратных метров. И самое главное, серия Vita разработана и производится в России. А у меня на сегодня все. До новых встреч! Продукция бренда Радиотехника представлена в интернет-магазине Аудиомании. А любые консультации по выбору вы можете получить на сайте и по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно расскажите в комментариях, знакомы ли вы с брендом Радиотехника и какие устройства хотели бы увидеть в ассортименте обновленного бренда.